ребятки привет дачный сезон в разгаре солнышко было мало у нас и вот такие помидорки мне достались в наследство не только такие конечно есть и более красные но вот эти зеленые я нашла просто лежали на земле садила к счастью их не я я только помогла собирать ну и вот хочу сейчас вот из этих твердых зеленых помидор сделать что-то вкусненькое в общем ставлю эксперимент сегодня хочу их замариновать довольно быстрым способом и если все вкусно получится уверена в этом я в себе вообще уверена поделюсь с вами рецептом вот посмотрите какие специи у меня сегодня есть лаврушка укроп если есть зонтики еще лучше я как всегда про них забыла чесночок черный перец здесь красный острый соль сахар уксус какая-нибудь прекрасная милая баночка которую мы все это положим первым делом я хочу сделать небольшое количество маринада здесь у меня в сотейнике 400 миллилитров воды и я сюда сейчас добавлю пару листиков лаврушки можно сломать немножко несколько горошин черного перца также я добавляю не знаю сколько на это количество 12 чайных таких маленьких ложечки 34 потом попробую маринад ложечку чили столовая ложка сахара и когда все это закипит чуть-чуть прокипит минут пять я выключу огонь и добавлю столовую ложку уксуса а тем временем порежем помидор чеснок нам понадобится чуть позже и вот такие домашние может быть не совсем красивые но без всяких химикатов помидоры будем спасать порежу их вот на четыре части вот такие маленькие на две пока не убираю плодоножку ничего вот такой на четыре я помню в детстве продавались такие соленые зеленые помидоры я их очень любила и просила мне их купить ну что я слышу зачем тебе такие ужасные зеленые помидоры когда дома есть прекрасные красные а мне вот хотелось именно таких так по ходу смотрим если что-то плохое внутри вырезаем и конечно пока я резала помидоры тузлук рассол уже закипел я его могу выключить покипел он так вот три минутки достаточно специи уже успели отдать все свои ароматы воде кстати вы спрашивали каким образом моя плита остается такой прекрасной белой в первозданном виде если интересно напишите я сделаю отдельное видео как я за ней ухаживаю помидорки все я нарезала и теперь я их тоже посолю пару ложек это маринад поэтому стараемся конечно не пересаливать но и жалеть соли тоже не надо и вот так вот хорошо я их помешаю все тузлук перестал кипеть я добавлю в него уксус 9 процентный уксус такой человеческий нормальный уксус одну ложку полторы добавлю полторы все скоро будет процесс укладки маринад пока немного остынет беру его на другую комфорку и нарежу такими колечками произвольными чеснок я чеснок очень люблю стараюсь его класть побольше вы уж там смотрите на свой вкус и вот эти вот палочки от укропа и несколько веточек я тоже буду добавлять помидорки вот так все палочки а всю вот эту пушистость отправим в какой-нибудь салатик палочки палочки хаотично режем рвем все будем укладывать помидоры в банку еще я подумала и решила что мне мешает положить несколько гвоздичек и вот даже кусок аниса попался ну попался значит так то может быть пускай плавают маринад я попробовала очень тихонечко на кончик языка пробуйте он такой конечно насыщенный такой кисло-сладко-соленый пряный вкусный маринад все закладываем помидоры в банку чередуя их с укропом и чесноком и зальем маринадом и оставим в холодильнике не знаю насколько ну думаю что сутки точно либо по крайней мере ночь буду пробовать доставать я думаю что уже завтра их можно будет кушать упс убежал еще решила в качестве эксперимента вот такой перчик положить тоже домашний и все заливаем это рассолом ничего что он не покрывает так нужно помидоры еще выпустят сок и кроме того будем перемешивать взбалтывать в предметом времени вот закрываю крышкой и вот такие движения будем делать иногда пару раз за день все чуть-чуть подостынет он слегка теплый и в холодильнике пройдем все прошли сутки и я открыла эту прекрасную баночку и какой же аромат исходит оттуда ну почувствуйте как вкусно пахнет этот рассол в общем в ингредиентах я не ошиблась под видео напишу все пропорции ну и помидорки те которые внизу они просолились просто уже как надо а те которые были сверху в общем им нужно еще полежать берите те которые внизу я вот вытащила и перчик прекрасно просолился так же и причем вот эти зеленые помидоры гораздо вкуснее чем вот такие вот буренькие это очень вкусно домашние тут капельку уже кто-то его поел какой-то червячок или кто-то не знаю но ничего я доем очень вкусно меня тут уже слышите булькает картошечка варится в общем рекомендую быстрая засолка маринад для вот таких неказистых никчемных с виду зеленых твердых помидорок постоит еще несколько суток будет еще лучше но можно есть уже сейчас те которые в самом низу на сегодня все увидимся услышимся приготовьте это чудо обняла обняла так и